Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Кремлёвский диктатор любит хвастаться достижениями российского военпрома. Выражение аналогов «нет» с арта Путина стало посмешищем, потому что зачастую эти достижения — муляж, который оброс мифами. Разработки в лучшем случае являются лабораторным прототипом. Говорить о серийном производстве не приходится, а эффективность этого чуда-оружия возвеличена кремлёвской пропагандой. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооружённых сил. Что такое гиперзвуковые ракеты? Насколько они опаснее обычных? Имеет ли Кремль реальные разработки, или это всё миф? Что такое гиперзвуковая ракета? Однозначного и общепринятого определения понятия «гиперзвук» нет. Но большинство специалистов считают гиперзвуковой скорость, которая в пять раз превосходит скорость звука. Чтобы понять, о чём идёт речь, нужно вернуться к ошкольным учебникам по физике. Скорость звука в воздухе величина непостоянная, она зависит от плотности воздуха, его температуры и влажности. Приблизительно скорость звука у Земли считают 340 метров в секунду, или 1224 километра в час. Чем выше высота над Землёй, тем ниже скорость звука. Для указания скорости полёта используют понятие «число маха». Это число, равное отношению скорости полёта к скорости звука. Первой гиперзвуковой считают немецкую баллистическую ракету «Фау-2» времён Второй мировой войны. Её максимальная скорость полёта была в 5,5 раза выше звуковой. Её первый боевой пуск состоялся в сентябре 1944 года. Немецкие войска применяли её с целью запугивания, поражая в основном мирное население. Обстрелу подвергалась территория Великобритании. От атак этими ракетами погибло около 2700 человек. Эксперты говорят, что в принципе практически все баллистические ракеты являются гиперзвуковыми. Даже российский «Искандер», максимальная скорость которой, как утверждают в Кремле, достигает 2100 метров в секунду. В определённой степени там происходит подмена понятий. В основе этих гиперзвуковых ракет являются ракеты к наземному комплексу «Искандер». Но используются они по принципу, имеющему, следующему. Носитель, сверхзвуковой истребитель МиГ-31К разгоняется до скоростей выше звука и совершают на такой скорости пуск тех самых ракет. Соответственно, изначально придавая очень высокое ускорение тем самым ракетам. Да, в настоящее время возможности украинской ПВО не позволяет эффективно противодействовать такому типу вооружению. Но мы должны понимать, что ракет класса «Кинжал» у россиян максимум 30 штук. При таких условиях говорить о том, что они способны кардинально изменить расстановку сил в рамках российско-украинской войны, не приходится. Исследовательские работы по созданию гиперзвуковых ракет ведутся много лет в разных странах, в том числе в США, России и Китае. Но пока реальный успех не слишком велик. Причина этого в том, что длительный полёт в атмосфере на гиперзвуковой скорости связан с огромными техническими проблемами. При движении с большой скоростью в атмосфере любой объект нагревается. При гиперзвуковой скорости температура на передних кромках ракеты достигает тысячи градусов. Металл начинает плавиться, поэтому нужно что-то придумывать для его охлаждения. Для точного попадания в цель гиперзвуковой ракете нужна головка самонаведения или блок коррекции от GPS. Но при полёте ракета окружена облаком плазмы, через которую не проникают электромагнитные волны. Для уменьшения нагрева полёт проходит на большой высоте – 20 километров и более. А при подходе к цели скорость гиперзвуковой ракеты снижают, чтобы можно было навести ракету на цель. Считается, что Россия и Китай в 2010-х годах обогнали США в своих программах. И теперь Америка вкладывает большие средства, чтобы сократить отставание. В настоящее время в США разрабатывают несколько программ создания гиперзвукового оружия. Американцы впервые успешно испытали полностью боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Испытание состоялось 9 декабря в Тихом океане у берегов Южной Калифорнии. Во время испытательного полёта гиперзвуковая ракета превысила скорость звука более чем в 5 раз, полностью выполнила план полёта и самоликвидировалась. В России разрабатываются три программы гиперзвукового оружия, среди них стратегически планирующий боеприпас «Авангард», который запускается межконтинентальной баллистической ракетой. Ракета «Циркон» морского базирования и кинжал воздушного базирования. Информации об истинном состоянии этих программ в открытых источниках нет. В Кремле говорят, что всё готово и даже поступило на вооружение. В частности, на параде в честь военно-морских сил РФ кремлёвский диктатор сообщил, что уже в ближайшее время на вооружение военно-морского флота будет поставлена гиперзвуковая ракета «Циркон», которая, как утверждает Путин, не имеет аналогов в мире. По словам диктатора, её первым носителем станет фрегат «Адмирал Горшков», базирующийся в Северном флоте РФ. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. В то же время к самому «Циркону», о разработке которого стало известно в середине 2010-х годов, вопросов гораздо больше, нежели ответов, потому что заявленные в российских пропагандистских СМИ характеристики значительно отличаются от тех, что демонстрируется и заявляется на испытаниях. А при более детальном анализе вообще появляются довольно веские противоречия. Известно, что гиперзвуковая ракета «Циркон» якобы способна развивать скорость более 9500 км в час, а дальность полёта будет составлять 1000 км. Российские СМИ сообщили, что целями российских ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США. Запугивание Запада прежде всего, не только мира абстрактного Запада, но тут отчасти тоже и демонстрация того, что Россия может иметь военное превосходство не только через огромные запасы ядерного оружия, потому что самый огромный ядерный потенциал у России, у Соединённых Штатов, Китая значительно уступает. Но Россия решила показать, что она чуть ли не впереди планеты всей и вот в разработках нового ракетного оружия. Это такая сейчас новая модная разработка, эти гиперзвуковые ракеты. Этим занимаются Соединённые Штаты, Китай, даже Турция. Турция разработала тоже свои гиперзвуковые ракеты средней дальности. Так что это такая сейчас идёт гонка вооружений в этой области. Никакого серьёзного преимущества России в этом плане нет. Скорее, Путин до 24 февраля пытался таким образом делать хороший пиар, демонстрировать, что Россия чуть ли не опережает все страны мира в этом направлении. Ещё один тип гиперзвуковых ракет, которым хвастается Кремль, являются кинжалы. Это гиперзвуковая ракета воздушного базирования Х-47М. После принятия на вооружение в 2018 году их было произведено всего несколько десятков. Боевая часть составляет 500 килограммов. Скорость ракеты более 12 тысяч километров в час. А сейчас ещё и технологические санкции Запада максимально ослабляют возможность России делать такие ракеты. Ведь для того, чтобы эти ракеты были высокотехнологичными и высокоточными, они должны иметь электронные компоненты, которые Россия вынуждена импортировать. Она сейчас пытается искать эти электронные компоненты, обходить санкции, закупать за огромные деньги эти компоненты, но всё равно не может восполнить дефицит высокоточной электроники для современного оружия, в том числе и для вот этих гиперзвуковых ракет. Так что Россия оказалась технологически очень слабой. Со дня российского вторжения в Украину 24 февраля было зафиксировано несколько боевых применений ракет «Кинжал». Так, 18 марта Россия объявила об успешном применении гиперзвуковой высокоточной ракеты «Кинжал» по складу боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковской области. Затем появилось видео, на котором, как заявила российская Минобороны, зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами. Это видео активно обсуждалось в различных пророссийских пабликах, как начало применения России нового вооружения. Но в соцсетях обратили внимание на то, что видеокадры на самом деле могли быть сделаны в Харьковской области. 7 августа российская армия применила «Кинжалы» при ударе по Виннице. «Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСО эффективно выявлять и уничтожать ее», сообщило тогда командование Воздушных сил Украины. «Появилась такая игрушка гиперзвуковые ракеты, Путин пытается шантажировать ими. Но эта война показала, что, во-первых, ракетный потенциал России сейчас очень ослаб. И ракет уже России не хватает для полномасштабной войны против Украины. Да, они пытаются сейчас разрушать энергетическую систему Украины, но уже высокоточных ракет не хватает, в том числе этих гиперзвуковых. Их же создали как бы для демонстрации. Ракет этих очень мало». По данным Украинского министерства обороны, кинжалов в РФ не так уж много. Известно о 43 ракетах. Осталось неизрасходованных 16%. Они слишком ценные для Кремля, чтобы их тратить для ударов по Украине. «Мы должны с вами понимать, что российская военная промышленность очень серьезно интегрирована и завязана с поставками западных комплектующих. Элементная база, процессоры, микропроцессоры, платы, составляющие электроники, которые позволяют российским ракетам быть высокоточными, высокотехнологическими и высокоэффективными соответственно. Вся эта элементная база находится в странах коллективного Запада. Санкции, о которых так часто говорят российские спикеры, которые являются исключительно полезными для российской экономики, в этом контексте работают. Да, существуют определенные серые импорты, серые схемы. Существует черный рынок поставки тех или иных узлов и элементов для создания высокотехнологического оборудования и вооружения. Но это явно недостаточно для того, чтобы российская военная промышленность смогла в товарных количествах изготавливать тот тип вооружения, который в самом деле поставит на колени, по мнению российских же пропагандистов, весь мир. Скорость и дальность в гиперзвуковом оружии играет важную роль. Поскольку сбить ракету на скорости выше пяти махов, как минимум, очень трудно, а фактически невозможно. Но здесь возникает другая проблема. Носитель такой ракеты автоматически становится важнейшей целью. Например, дальность полета ракет «Циркон» до тысячи километров. А это значит, что ее носитель во время пуска может находиться в зоне действия авиации противника. Эксперты считают, чтобы обезопасить носителя «Цирконов» от средств поражения противника, дальность стрельбы должна составлять не менее 2500 километров. При этом сегодня в России катастрофически мало носителей для перспективного гиперзвукового оружия. Где мы с вами видели реальное применение тех самых распиаренных и отраженных в различного рода мультиках, что на российской пропаганда, вооружений, ракетных вооружений? Нигде. Мы время-то время не слышали заявления российского Минобороны об успешных испытаниях тех или иных типов вооружений, в том числе и связанных с гиперзвуком. Но на практике мы нигде этих историй не видели. Где гарантия, что то, о чем сейчас рассказывает российская пропаганда в контексте создания мощного и высокотехнологического вооружения, это не истории рождественских сказок? Ведь мы уже видели и слышали истории про не имеющих аналогов танк Т-14 «Армата». Хоть одну единицу этого танка мы с вами видели на фронте? Нет, не видели. Мы видели немало историй о том, что российские «Искандеры» «Искандеры» способны менять картину на поле боя кардинально. Более 4000 ракет российской оккупациональной разных типов выпустила по территории нашей страны. Разве это сломало сопротивление украинского народа украинской армии? В этом противостоянии будет не сломало. Пока из гиперзвукового оружия на оснащении воздушно-космических сил России стоит только гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал». Но «Кинжал» остался без ножен. Носителями этих ракет является истребитель МиГ-31К. Но он может нести только одну ракету. В перспективе рассматривается бомбардировщик Ту-22М-3М. Может нести до четырех ракет. Истребитель пятого поколения Су-57. При этом пока совершенно непонятно, куда и как кинжалы разместить на самолете этого типа. То есть количество носителей кинжала крайне невелико. Ту-22 собран только второй самолет. С передачей военным Су-57 постоянно какие-то проблемы. Серийное производство самолетов МиГ-31 давно прекращено. То, что они сейчас вынуждены покупать, вот это очень показательная тенденция, вынуждены покупать беспилотники, вот эти дроны у Ирана, которые сейчас атакуют Украину. Вынуждены покупать ракеты средней дальности у Ирана. Это вот лишний раз говорит о технологической слабости России. Поэтому я бы сказал, это такой ракетный колосс на глиняных ногах. Ракет, к сожалению, пока еще у них много. Но это преимущественно ракеты несовременные, в том числе не гиперзвуковые. Их очень мало. Ракеты еще старые, советского образца, где они тоже пытаются брать количеством, а не качеством. Но и этих ракет становится все меньше, потому что, конечно же, Россия в этой войне против Украины израсходовала большую часть своего ракетного потенциала. Вот есть подсчеты, речь идет более чем о 4 тысячах ракет, выпущенных по Украине. Так что Россия и здесь пытается делать хорошую мину при плохой игре, при проигрываемой войне. И ракетное оружие России не помогло. Наоборот, ракетный потенциал России значительно слаб в рамках этой войны. В США традиционно рассматривают гиперзвуковые ракеты как неядерное вооружение, тогда как в России и Китае к ним относятся не только как к конвенциональным боеприпасам, но и как к потенциальным носителям ядерных боеголовок. Кремль в очередной раз пытается пугать мир своим оружием, аналогов которого нет. Хотя на самом деле даже гиперзвуковая ракета Кинжал это всего лишь модернизированная ракета Искандер. А Циркон, скорее всего, условно гиперзвуковая ракета, ведь она летит к цели на большой скорости или по инерции, а в точности имеет большую погрешность. Или же при приближении к цели снижает скорость. А это уже никак не соответствует мифу, что Циркон – гиперзвуковая ракета, и из-за этого не может быть перехвачена. Для современных зенитных ракетных комплексов такая цель хоть и сложная, но вполне реальная для уничтожения. Выходит, что российское гиперзвуковое оружие – это такой же миф, как и непобедимость российской армии.